мои дорогие друзья но вновь в эфире наша постоянная рубрика ответы на вопросы и сегодня мы осветим некоторые нюансы реабилитации потому что вопросы ваши как раз связаны в основном с этим это через какое время после операции можно делать массаж лица и можно ли его вообще делать после операции замечательный вопрос действительно актуальный почему друзья мои смотрите после операции смаз подтяжки лица и шеи я всегда прошу чтобы в течение 6 месяцев массаж вы не делали почему дело в том что как мы уже знаем говорили о том что эта операция проходит в двух слоях и так у нас с вами под кожей будет как раз вот эта линия а где у нас смаз подшит вот она проходит вот в этой зоне переходит на шею там где подшит наш задний край платизма мышцы и моя задача заключается в том чтобы как раз именно линия вот этого подшивания смаза она в течение 6 месяцев происходило ли там рубцовое изменение для того чтобы удержать смаз в новом положении здесь этим я не люблю делать и назначать какие-то массажные процедуры потому что все это будет растягивать во-первых кожицу во-вторых это может у нас несколько достаточно иногда и сильно улучшать кровоснабжение что будет провоцировать более скорейшее рассасывание вот этих шовчиков а нам нужно наоборот я уже сказала чтобы этот рубчик вместе подшивание был достаточно плотным для того чтобы держать смаз в этом положении долгое долгое время а к массажу лица я отношусь двоято дело в том что есть замечательный типы массажа например лимфодренажный массаж который мы используем и кстати говоря в послеоперационной периоде чтобы все синячки и отеки проходили более быстро но дело в том что такие процедуры должен производить вообще тот массажист который очень хорошо знает во-первых анатомию лица а во-вторых знает технологию моей операции так что если вы идете просто куда-то для такой спа процедуры то стоит ее планировать в первые 6 месяцев после как раз наши замечательные подтяжки лица и шеи а в принципе скажу так что есть различные виды и пластического массажа они замечательные но мы должны с вами понимать что действительно это должен сделать профессионал потому что после нашей операции растягивать кожу там абсолютно нет никакой необходимости поэтому я бы в этом случае может быть даже отдала предпочтение уходовым процедурам и так следующий вопрос как носить повязку из эластичного бинта если нужно выходить на работу нужно ли брать отпуск друзья мои смотрите как реабилитация будет протекать случае если вы не будете носить эластичный бинт в этих случае отеков и синяков конечно они будут держаться дольше понимаете классичный бинтик который мы назначаем носить через пять дней после того как мы снимаем вот эту повязочку из обычного бинта необходимо для того чтобы как раз сдерживать все эти отеки и синяки что делает эластичный бинтик вот как раз после операционном ближайшем периоде то есть после того как мы вам помоем голову на пятый день он будет сдерживать вот эту зону там где есть максимальная отслойка щечных областях подбородочной области конечно учтите что до 18 дня у вас любом случае будут ниточки поэтому появляться на людях так открыто если вы эту операцию не скрываете будет не очень возможно скажу вам так что когда я оперирую сотрудников естественно никто из сотрудников не сидит дома три недели но просто мы не скрываем эту операцию поэтому вопрос об отпуске он будет решаться все таки от того чем вы занимаетесь какой у вас стиль жизни конечно если скрывать операцию то нужно брать отпуск на три недели в последующую четвертую неделю мы вот этот эластичный бинтик стараемся носить хотя бы на ночь по возможности то если будет в течение дня какая-то такая ситуация что вы останетесь одна и сможете ее носить будет замечательно но четвертая неделя уже когда мы сняли она такая облегченная поэтому здесь нужно планировать эту операцию в зависимости от вашего графика жизни от вашей работы от вашего стиля жизни да и тогда уже понимать что это повязочка будет она вам как-то мешать или итак следующий вопрос друзья мои ваше отношение к филерам и правда ли что они растягивают кожу друзья мои конечно к филерам отношусь позитивно потому что в нашей жизни когда появилась вот это гиалуроновая кислота на основе которой делаются все лучшие филеры это произошел определенный прорыв косметологии потому что это натуральный продукт который терпевает обратное развитие то есть он рассасывается так что мы можем делать процедуры не боясь каких-либо осложнений но я конечно же против когда эти филеры используют чрезмерно как сейчас сожалению даже мы видим ряд пациентов кто использовал филеры гиалуроновой кислоты для увеличения объема губ это было там может 10 лет назад и когда использовали это в большом объеме больше двух-трех миллилитров было введено то к сожалению уже это даже натуральный продукт не рассасывается и он не растягивает кожу он просто никуда не девается и приходится иногда даже с натуральным филером хирургически иссякать эти фрагменты для того чтобы вернуть кожу губе ту форму эстетичную которую пациент хотел поэтому я отношусь еще раз повторюсь позитивно нужно все делать не чрезмерно нужно вовремя останавливаться и не перебарщивать я против филеров любой структуры в область слезной борозды вот этой зоны почему потому что сейчас это действительно модная методика на многих конгрессах это все рассказывается потому что если честно эта зона она не новая все знают что слезная борозда была всю жизнь просто сейчас чтобы для того чтобы расширять спектр использования филеров конечно фирмы производители пытаются расширить те зоны куда можно этот филлер использовать но что касается именно слезной борозды вот там я вижу осложнение потому что как раз в этой зоне препарат рассасывается очень медленно а поскольку гиалуроновая кислота это препарат гидрофильный то есть он притягивает воду а в области нижнего века как правило уже с возрастом присутствуют грыжи нижних век то есть это жировая клетчатка которая также гидрофильна и также притягивает воду получается что такой вот объем воды который может скапливаться в области нижнего века иногда не красит пациента поэтому нужно очень четко понимать куда можно вводить куда нельзя и в каком объеме для этого нужно конечно выбирать грамотного косметолога чтобы не получить какие-то неприятные для себя осложнения итак следующий вопрос расскажите про ультраформер альтеру кому процедуры на этих аппаратах могут помочь и могут ли вообще можно ли при раннем позе при помощи них потянуть мягкие ткани друзья мои все аппаратные методики безусловно они имеют право на жизнь и они могут давать результат как вы правильно задали вопрос при эптозе первой степени а также нужно очень аккуратно подбирать пациента смотреть текстуру кожи смотреть состояние мягких тканей понимаете эффект от этой процедуры он будет но он никогда не будет сравним с операционным методом поэтому здесь эти аппараты и в эти методы я люблю но для того чтобы у пациента не было разочарования вы должны понимать что любая процедура вот такая вот аппаратная она не является заменой и альтернативой подтяжки лица даже при незначительном тозе поэтому эти аппараты можно применять понимая что вы получите легкий освежающий эффект но отнюдь не лифтинг как собственно заявляют зачастую фирма производить ну что на сегодня наша рубрика заканчивается жду ваших новых вопросов и с удовольствием на них отвечу